Я буду петь свою музыку. В смысле не я, а известный русский рэпер Хаски. Его задержание в Краснодаре вызвало большой резонанс, вышедший далеко за пределы хип-хоп-тусовки. Почему этот случай приобрел политический окрас, где грань между культурой, контр-культурой и бескультуре. Эту тему обсудим в прямом эфире вместе с рэп-артистом Евгением Мэджик-Зацепой и рок-музыкантом фронтменом группы «Гречневый пистолет» Аркадием Костелецким. Те, кто еще не знает, сейчас вкратце расскажем и даже покажем, как это было. После отмены выступления в Краснодаре Хаски забрался на ближайший автомобиль, начал исполнять свою песню. В итоге его задержали, вот вы можете видеть непосредственно его задержание, на 12 суток по статье «Мелкое хулиганство». Вроде бы все логично, но есть некоторые нюансы, да, господа? Ранее в регионах России было сорвано три концерта рэпера. Незадолго до задержания прокуратура вынесла владельцу зала предостережение об экстремизме и еще целый ряд таких проблемных аспектов. При этом самого рэпера в итоге отпустили досрочно. Возникает вопрос, что это было? Оригинальный творческий порыв? Это акт цензуры или расчетливое желание вызвать хайп? Как вы думаете, Аркадий? Ну, я думаю, что это закручивание гаек. Ну, немного. Просто у товарища, да, у Хаски, у него, да, как сказали, что были прецеденты уже в других городах. А в Краснодаре просто уже к нему присмотрелись. И, может быть, его не столько за язык потянули, а сколько, да, как мы видели на видеоролике, что просто хулиганство, залез на чью-то тачку и его представители закона повязали. Ну, вот вы когда-нибудь на капоте исполняли свои песни? Нет, нет, для того, чтобы не исполнить свои песни, мне надо немножко аппарата, звука, прочего, ну, то есть другой немножко жанр. Ну, парень, он без аппарата, без звука практически пел, да, и, кстати, он на хайпе. Да, нет. Евгений, вот что это? Особое отношение к рэпу в целом, да, к вам обращаясь как к представителю этой субкультуры? Ну, было же такое. К определенным текстам или все-таки к конкретному человеку? Да, мне кажется, к конкретному человеку было же такое. Был прецедент вроде бы год назад из группы «Центр» Гуф был, да, и Птах или Слим был задержан. Оставили их там кого-то на двое суток, адвокаты, потом забрали их просто вот с концерта. Рэпера всех раздражают. Да, это, наверное, из-за личности. Ну, вот, да, Аркадий Девчонок говорит, что рэпера всех раздражают. Почему так? Наверное, потому что они на хайпе. На хайпе, да? То есть вы завидуете, как рокер, вы завидуете тому, что... Может быть, да. Естественно. Что рок уже где-то там, а рэп уже... Ну, да, рэп сейчас на подъеме, а рок сейчас придет к стагнации. Поэтому... Было как вот. Недавно там был перед бургерной своей Тимати, там Егор Крид, еще его Blackstar Туса, в общем, залезли на свою машину. И точно такая же была. Они начали исполнять песню. Они исполнили все, что хотели, их никто не снял. Ну, по итогу, типа, их потянули в суд, и там какой-то выговор, либо штраф выписали. Короче, рок-рэп стиль такой. Поэтому это вот хаски, а хаски вот строго, сразу же на 12 суток. Ну, вот в сети пишут, что якобы составлен некий, условно, черный список, да? Черный список исполнителей, музыкантов, выступления которых специально срывают в некоторых регионах. Это реально вообще? Много вот было прецедентов за последнее время? Да нет, немного. Ну, и таких исполнителей-то немного, которые самовыражаются ярко. Ну, а чем они вызывают? Ну, имея свою точку зрения, свою точку зрения, вот, ну, ей, конечно, это все и вызывается. Которая, может, как-то несовместима с точкой зрения то ли политики, то ли вообще общественности. То есть ведут себя прилично, никого не провоцируют, читают все тексты и никого не трогают. Ну, вот песни ж не блокируют, а вот на концерте исполнение этих песен запрещено. По-моему, его канал-то, это Лоханский заблокировали. А вот разница в текстах? Клип заблокировали один клип. Разница в текстах существенная есть? Вы же все-таки в курсе. Ну, очень самобытная, очень жизненно говорится. То есть они отличаются от текстов обычных? Отличаются, да. Есть коммерческие подкованные больше исполнители, которые, ну, шоу-бизнес, как говорится, попса. Также есть и в рэпе попса. А есть те, кто высказывается. Это типа гангстер-рэп, да? Не то чтобы гангстер, просто остро-социальные темы, задевает многие темы, которые тревожат обычного человека. Ну, все насущные темы. Аркадий, ну, вот в свое время рок, да, испытывал такого рода сложности, он прошел похожий путь. Да, действительно, в 80-х годах. И к машине времени, и к коррозии металла были такие же вопросы, да? Сейчас вот лично у меня ощущение складывается, что музыкантам можно все. Поют практически все, практически обо всем, используют практически все слова, которые только захотят. Маты, наркотики, секс, насилие, бандитская ароматика и прочее, прочее. Все это есть. Все мы знаем, что это есть. Это и к рэперам, и к рокерам относится, да? Да, и к рэперам, да. А, господа, наверное, к обоим вопросам. А не считаете, что у вас слишком много свободы в этом плане? Нет, я не считаю, что слишком. Ну, свобода, свобода, она и есть свобода. Не бывает слишком много свободы. Аркадий. Тут смотри, какая ситуация. Свобода слова, ну, она есть, да? Ты можешь петь обо всем, говорить что угодно, но также ты не должен забывать о том, что будет какой-то фидбэк, то есть у тебя будет реакция ответная от публики. Что-то вы рэперским языком сейчас извините. Это чтобы вам понятно было, да, потому что рэп сейчас на хайпе. Это чтобы Евгений понял. Да, да, да. Вот. Все, можно, но будет реакция. Вот это, наверное, была реакция правительства на... Я сейчас покажу, какая реакция была у зрителей, у пользователей соцсетей. Попрошу режиссера вывести на плазму. Да, у нас, пожалуйста, есть комментарии. Мы говорим о том, что там про Киркорова что-то пишут, да? Но вот возрастной рейтинг, да, стоит учитывать. Скандалы идут на пользу артистам, да? В топе прослушивания он появился сейчас, хаски. Да. Да, рэп, который сейчас исполняют пошло и тупо. Рок-музыка переживает не лучшие времена, да? Не нравится рэп, но на хайпе прослушал этого хаски. А сейчас действительно, господа, вот на этом хайпе хаски... Я не знаю, кому сделали хуже, да, те люди, которые его закрыли ненадолго. Это чисто американский прием, там все так делают. У них в Америке рэп исполнить перед выходом альбомом что-то случается, аресты. Чем ты скандальнее, тем ты популярнее. Да, да, вот. Чем ты скандальнее, это ты везде... Ты не только в массе рэп-слушателей, ты выходишь на другой уровень, на общественность. Ну, хорошо, вот большинство рэперов, да, что такое рэп, да? Это условно, если мы берем за основу западную рэп-культуру, откуда он, по сути, и пришел к нам сюда, это, там, взял ствол, грабанул дядю на районе, спер у мамы пятихатку, пошел в клуб. Нет, сейчас уже рэп совсем другой. Там, говорят, это уже бизнес, все, там это уже бизнес, шоу-бизнес. Вот ровно как у нас поп-музыка здесь, там вот сейчас так рэп за рубежом. Это все бизнес строго. А русский рэп, он отличался всегда, полностью отличается от зарубежного. Но здесь все равно больше как-то смыслом подкован. Ну вот возвращаясь, да, там, кстати, было на плазме выражение касательно того, что маты, да, вот просто рэп условно без матов, да, это и не рэп, по сути, это сейчас считается. Ну, в Штатах это точно так, здесь это не так. В ваших текстах много нецензуры? Есть нецензуры? Нет, не много, не сказал бы, что много. Ну, а для чего используете эти слова? Ну, это порыв. Для красного словца или действительно? Нет, нет, вот действительно, где вот никак, незаменимое это слово. Но они же есть в русском языке. И все выражаются этим словом не просто так, а вот есть в порыве. Вот, ну, человек такой, его по-другому не назовешь никак. Вот, ситуация такая, ее по-другому никак не назовешь. Ну, а рок, да, взять, например, рок, то же самое. Взять, господи, Ленинград тот же. Ну да, он на этом и выехал. Абсолютно на этом. Ну, это то, что хочет народ, мне, наверное, так кажется. Ну да, как бы, да, вот, как Ленинград даже сказал, ну хавает народ это. Все, да, people хавает. Хавает, да, поэтому, ну вот. То есть вы предлагаете людям то, что они хотят? Наверное, да, да. Я вот, я не скажу, что я особый меломан, да, но мне нравятся и рок какие-то песни, иногда и рэп слушаю, еще греха-то таить. Но мне не очень нравится слушать там какие-то матерные выражения. Ну, в основном, смотрите, как это же пошло. Это буквально последние, там, два-три года появилась такая тенденция из-за того, что стал популярен очень рэп. И появляются артисты там, сейчас, наверное, самые такие популярные, одни из популярных. Это артисты от 16 до 21, наверное, года. Это, вот, школьники там, они сами такие, соответственно. Я сам себя помню школьникам, когда поматериться, это было круто, там, что-то, какие-то слова узнать. Вот, а тут они дают, дают то, что хотят эти школьники. Это молодежь. Но вот сейчас, это вы были школьником, так считали, а сейчас вы считаете, что это круто? Да нет, не считаю круто. Ну, тем не менее, в текстах используете. Ну, использую. И школьники слушают, в том числе, и ваши песни, и песни других рэперов. Ну, наверное, так. Тогда они биту хавают, а вы кормите people этим. Ну, естественно. Не, ну как, есть такая тенденция еще, что нынешние молодые рэп-исполнители, они делают то, что хочет народ. Те, как называют старая школа, они делают то, что они делали. А там уже кто будет слушать, кто не слушает, делают как бы для себя, ну и там какой-то учет делает на людей. Понятно, здесь нужно делить коммерцию, да? Да, да, есть коммерция, а есть именно рэп. Но стоит учитывать еще ту грань, да, вот если разбирать непосредственно тексты, да, по сути стихи. Да. Где грань, как понять, где пропаганда наркотиков, где пропаганда суицида, где завуалированный там монолог наркодилера, да, который призывает к чему-то, все мы это знаем, да? Ну, конечно. Или исповедь, например, массового убийцы, да? Вы слышали про скандал с треком Оксимирона, последний звонок? Ну, слышал, да. Ну, понимаете, тоже, да, это вот как книга, Библия. Кто как хочет, так интерпретирует. Надо перевернуть массовое убийство, сделаем. Надо это сделать в мирное там русло, сделаем. Надо сделать разделение из этого, сделаем на два лагеря, поделим. Кто как хочет, то как слышит. Кто что хочет найти в этом треке, то ты находит. Какое-то время была такая мысль, что вот слушаешь трек, и там ты себя видишь, видишь одну ситуацию, другой человек слушает, он говорит, нет, тут рассказывается про это, вот я знаю, я себя вижу тут вот таким. А там вообще о другом. Аркадий, ну выходит, у творчества такого, да, если мы говорим сейчас о рэпе, рок не трогаем, пока не переживайте. Вот действительно, есть ли потенциальная опасность в этих текстах, в этой музыке? Не думаю, что артисты туда вот прям в этот стержень песни закладывают то, что там действительно призывают к какому-то суициду, и либо пропаганду наркотиков, они просто, ну это как музыкальный жанр, то же самое. Я не соглашусь, есть и такая пропаганда по-любому есть. В любом случае, рэп он изначально и был. Первый раз вижу рэпера, который сам себя зарывает. Нет, я себя не зарываю, я говорю так, как есть, изначально он был рожден из-за этого, это наркотики, это убийства, это грабления какие-то, он был изначально так зарожден. В русском рэпе неотъемлемая часть была, очень большая пропаганда, там целый отрезок времени, такие группы АК, ТГК, даже Баста, Центр, участвовали все вместе. Ну там уже большой образ жизни у них такое. Там целый образ жизни, но они говорили про этот образ жизни, про свой. Соответственно, это считалось как пропаганда, а он говорит о себе. Он не призывает, он просто говорит об этом, и это есть реально, то, что у него такая жизнь. Многие воспринимали это за пропаганду, и не слушатели это воспринимали за пропаганду. Ну, те же школьники, да, слушатели его, жили. Вот, они же слушают, они же слушают и хотят ему подражать. Подражают, да. И, может быть, в этом правительство, в этих артистах видит какую-то потенциальную проблему. Конечно. Потому что за этим школьником пойдут вот его фэны, потому что он кумир, и они, может быть, даже на свой счет, да, его мнение, они подпринимают, что его какую-то гражданскую позицию они берут на свой счет. Вот я хочу на конкретном примере рассказать, да, все мы знаем Егора Крида, Blackstar, я не знаю, вы считаете его рэпером, нет, это рэпер? Ну, нет, он певец, я буду так считать. Я попрошу вывести на плазму письмо одной женщины, это мама девочки, которая, а, Элджею, я перепутал, да, письмо Элджею. Женщина пишет, что она мама Ольги, да, дочь росла без отца, как только услышала первую композицию, ей очень понравилось, они вместе следили за творчеством. В итоге, а все мы знаем творчество, да, там, по сути, наркотики, соли, трава и прочее, прочее, прочее. В итоге девочка там на выпускном, у нее передозировка солью, и она умерла. Вот в этом случае, действительно, я не знаю, я абсолютно не испытываю никакого уважения к этому человеку, никакого уважения к его творчеству, и никогда бы не стал его слушать. Вот это, разве это то, что нужно, там, современному поколению? Разве это то, что нужно нам или рэперам? Я так скажу, нельзя отсекать и ту часть народа, которая так и живет, про то, что он же не просто это все тоже выдумывает. Есть такая часть народа, клубные, которые живут этими, наркотики, все такое, как бы, это во-первых. Во-вторых, тут тоже мать должна сама тоже смотреть, что смотрит, дочь ее слушает, что как и все. Она зашла в интернет, у них были хорошие отношения, добрые, до времени. Должна тоже смотреть, воспитание должно тоже влиять здесь, воспитание. Сейчас все в доступе, все, покупают ноутбуки, компьютеры, планшеты, телефоны, вот, свободный доступ, что хочешь, ну. Ну вот в этом случае, у вас дети есть, нет? Нет. Ну вот, когда будут, я думаю, вы с этим столкнешься, когда ребенку не запретишь, да, в силу того, что он еще не сформировавшаяся личность, да, идете на работу, он залезет в планшет, в телефон, ему покажут друзья на том же планшете, на телефоне. В любом случае он это узнает, поэтому здесь, наверное, стоит вопрос в том, чтобы какой-то мерой, пусть не ограничивать, но хотя бы оградить немного, защитить, да. И, наверное, задача ваша, как музыкантов, заключается в том, чтобы не писать вот такие тексты, а-ля, там, пришел в клуб, увидел там тёлку, в смысле женщину, срубил бабла, в смысле денег, достал ствол, в смысле пистолет. Когда рэп не был достаточно таким популярным, как сейчас, было очень много всякого такого вот, исполнения такого рода, и на это никто не обращал внимания. И было достаточно много подражателей, ну, как бы, их в счет не брали, потому что была другая популярная музыка, как бы, они были где-то не видны. Но все так же происходило, те же наркотики, те же маты были, все это было. А сейчас на волне хайпа этой музыки, соответственно, за нее взялись, потому что, ну, как, тут, мне кажется, вот, правительство, мы, вот, что мы порешали, мы должны, короче, только так делать. Это правильно? Цензура должна быть? Ну, цензура должна быть, какая-то должна выдерживаться, как бы, в любом случае. Аркадий, ну, а вот вам не обидно, что сейчас рэп на таком, выражаясь, опять же, рэперским, наверное, языком хайпе? Я не обламываюсь вообще, вообще не обламываюсь, это временная нужда, временная нужда, то есть сколько можно рок-музыки быть в фаворитах, вот, это просто... Ну, рок, это более культурная музыка по сравнению с нынешним, там? Нет, ну, я бы не сказал, они очень, ну, там, субкультура не очень похожа, вообще, очень наркотическая субкультура, очень. Ну, вот постулат, да, взять вот постулат секс, наркотики, рок-н-ролл, да, у вас это все было? Ну, понятно, первая, последняя, вот, по серединочке. Ну, сейчас я вам-то не скажу, да. Опять пример того же Шнура, да, действительно, вот, в 90-е группы Сектор Газа, вспомним, да, вот, Шнуров и его команда, они в мейнстриме, благодаря вот этой нецензуре, так скажем, да, вот, они выступают на федеральных каналах с этой же нецензурой. Отличные собирают стадионы, никто не закрывает ни единственное выступление. Это из-за легкости и слушабельности, незамысловатый танцевальный ритм. Ну, вам, как исполнителю, не обидно, хотелось бы тоже попасть в мейнстрим? Да, конечно, все артисты питают какую-то иллюзию относительно своего творчества. Может, стоило бы словечко вставить или нет? Матерное? Ну, так скажем. Ну, они там присутствуют, так-то, может быть, не в такой формулировке. Может, не те подбирают. Может быть, не те, да, подбирают. Ну, вот в Краснодарском управлении МВД назначили лингвистическую экспертизу. Ой, текстов, да, текстов. Сейчас это очень распространено многих, вот, пытаются этим вот как-то прижать лингвистическую. Если вот взять, есть, да, есть вот этот вот клип, да, этот, как его? Ну, я не спрашиваю, я не знаю. Киркоров с этим, с Басковым. Они что-то матерятся конкретно, они там, ну, это показывается везде матеряться, они там все. Что им только сказали? Вот стоит отобрать заслуженного артиста, все. То есть, одним позволено, другим нет? Ну, да, как бы, ну, очень много. У кого-то статус, да, то есть. У кого-то статус такой серьезный. Это же сразу же будет, это Москва, это там все, это на всю страну, это такой кипер. Ну, кстати, вот не успел заскринить, но сейчас уже пошли всякие мемы, типа, отменили концерт Леонида Агутина за пропаганду Хоп Хейла Ла Ла Лей. Или Газманова за пропаганду любви Исаула. Или Сальто, да. То есть, по сути, можно в любом случае найти подковырочку в любом тексте. В любом. Тем более... Ну, да, увидите там какой-то между строк, какой-то экстремизм. Конечно, конечно. Как и леных наркотиков. Ну, только не в свое время рок пытались запретить в СССР, да, действительно сталкивались в 80-х с этой проблемой, да, но даже не из-за конкретных каких-то текстов, не из-за самой музыки, не из-за формулировок, а вот само направление. Думаете, вот с рэпом случится похожая история? Тот же путь ждет, что и рок? Ну, может быть, в иной какой-то форме. Почему запрещали? Потому что он был агрессивной музыкой, и там как-то на это все реагировали. Да не только, ты посмотри, вот я помню в 90-х даже вот рок, и вот есть места, где тусовались там рэперы, где рок, ты заходишь вот, где тусуются рокеры, там тупо вот сидят они движухой, и все гасят, вот они бухают. А у рэперов там все в золоте. Все они бухают. А мы ходили, вот шкеты мы ходили еще, а там все бухают. То есть рэперы более культурные? На то время это так было. А сейчас, я тебе говорю, это какая-то большая рокировка произошла. Ну видите, какой пример рокеры подали рэперам, по сути. В чем прикол, не было такого у них в текстах, что вот прям бухает там, гуляет, а вот так жестко не было. Нам больше образ жизни пропагандировало. А, ну, образ жизни был, рок образ жизни, это было страшно, это жизнь какую-то, ты должен быть рваный, грязный. Да, Женя, ну при этом в текстах такого не было, даже там вот показывают нам на скрине. Ну, типа, это говорится о том, что вот если наявно вот не слышно этого, то что они там бухают, пусть себе там бухают. А тут это все говорится открыто. Но в текстах они могли петь о здоровом образе жизни. Да, но образ жизни такой не могли они вести. Вот это другое. А рэп это более открыто, более настоящий. То есть рэп более честный в этом плане. Да, более честный. То есть я употребляю соль, и я, значит, о ней пою. Конечно, а как у нас принято в России, если ты очень много говоришь правды, тебе всегда закрывает рот. Если ты говоришь правду, в глаза колет. Вот тут так вот. Ну, здесь другой вопрос, какую правду говорить, да? Ну, вот если прям правду-правду. Если прям правду-правду, то, наверное, у каждого человека должно быть свое мнение в этом отношении. Ну, естественно. Но где гарантия, что, допустим, вы бы хотели, вот условно, ваш ребенок будущий, да, мы уже определили. Ну, да, да. Словно сынишка едет в маршрутке, а какой-нибудь там пьяный дядя ему матом начинает на ухо орать. Вам бы это понравилось? Конечно, нет. Нет, что бы сделали? Так, а при чем тут пьяный дядя? Вот, например. А дядя выражает свое мнение таким образом. Дядя выражает свое мнение. Ну, дядя выражает свое мнение, пусть он не рожает. Ну, для меня вот, допустим, тут же ЛДЖ неадекватен, да? Он неадекватен, да. Ну, поэтому не надо тут ребенка пускать на концерт. Это пьяный дядя. Да, дядя ж не думает. Кстати, ранее, так же, как и некоторые вот рэперы, да, и в свое время некоторые рокеры, такое тоже было. Да, они тоже были немножко думавши. Ранее Хаски попал в список деструктивных исполнителей, да, и вот отмена выступления, там, родители, группа родителей, в том числе из Нижнего Новгорода, да, писали просьбу с требованием, требованием, точнее, отменить концерт и обращали внимание амбуцмена. Да, еще один случай, вот, опасаясь за свои уже жизни и здоровье, выступление в Махачкале отменили Егор Крит и ЛДЖ. Вот там же люди против этого, они выразили свою позицию, да, и сказали, ребята, а вы нам не нужны. Там вся страна, они держатся, вся страна, у них совсем другие обычаи, по этому поводу у них вообще совсем все по-другому. Они, у них более, мы посмотрели, спортивная страна, можно так выразиться. Ну, у них тогда другие интересы, поэтому у них другие, абсолютно другие воспитания, вот там воспитание все, работает воспитание, которого у нас на данном этапе нет. Так, а кто должен сформировать это воспитание, в том числе и творческие люди? Родитель, родитель должен контролировать, вот они, хоп, видят, что вот какая-то угроза, они пресекают в корне это уже. И правильно делают, наверное, правильно делают. Конечно, правильно делают. Вот тот же Элджей, он до того, как стал популярен, он еще там лет 5-6 делал музыку, строго пропагандируя наркотик. Ему никто слов не говорит, как он только стал популярным, все, сразу же это надо пресекать. Ну ты, получается, до какой-то планки доходишь, да, кому-то позволено, а кому-то нет. Да, вот, вот я же об этом говорю. А там вот целая страна воспитана, вот такие обычаи у них, они чтут обычаи, слушают там своих родителей, своих старших. И это все пересекается сразу же в корне. У них открылся алкогольный магазин, его там через месяц закрыли, открыли там спортзал. А у нас поют рэперы о солях и продолжают петь. Так может стоить и вам, как будущему родителю, тоже обратить на это внимание? Так это внимание обращено? Обращено, обратили? Ну конечно. Вот ваше отношение к тому же Элджейу как? Крутой рэпер. Ну я не слушаю его. Не слушаем? Нет, я его не слушаю. Ну вот из рэперов его. Он мне не импонирует. Да, кто из рэперов? Ну Blackstar, да? Да вообще из русского рэпа мне мало кто импонирует. Я лучше буду слушать зарубежные, мне непонятные. Просто нравится речитатив там и музыка. То есть музыка и говорят быстро, нормально. Да, есть, конечно. Послушаю и розыгоняем. Очень-очень. Музыковая составляющая тебя интересует. Я такой, я лучше послушаю песни 90-х, лучше руки вверх послушаю. Аркадий, ну действительно, вот Женя привел пример о том, что да, он как бы за классический рэп. Да, я правильно понимаю? Есть, конечно, есть, есть, ну на данном этапе за последние лет пять, если кто-то появлялся, ну не слушай, это не очень приемлемая такая музыка. А если говорите о роке, да, для вас вот классика, да, для Жени мы определились, это все-таки классический рэп, да, а для вас это русский или все-таки рок, он тоже не в СССР родился? Ну я живу, да, вырос в русскоязычной семье и живем мы сейчас в России. Женя, а ты в какой? Ну тоже в русскоязычной. Да ладно, я бы не сказал. Да, и соответственно, артистов я слушал и русскоязычных, мне понятных, ну зарубежную музыку, да, я там слушал, музыкальную, там что-то составляющую, там с текстами сложнее было. Вот, но тогда, конечно, русскую музыку слушал. Да, русскоязычную и я начинал слушать, ну на данном этапе того, что слушать в русском рэпе почти нечего слушать. Это строго коммерческие, они нацелены, ну строго вот на коммерцию, соответственно, делают все, лишь бы это покупалось, продавалось. А так я послушал бы старый, добрый, тот же Юг, там Bad Balance. Аркадий, а вот вы относитесь как к шансону? Я к нему не отношусь. К блатному шансону. Ну тюрьму я не слушаю, но жанр имеет место быть, но там тоже, да, пропаганда, там все идет, это тюремная романтика, мне она не близка. Не близка. То есть пропаганда есть в этом? Ну конечно, они там о чем поют, там? Вокруг леса, с Новым Бором. Конечно, согласны, да, что есть там в блатном шансоне пропаганда? Пропаганда есть, если ты не вор, то ты вообще никто, получается, ну типа того. Но это чисто исконно русская такая вот, шансон вот этот наш, это не французский шансон, шансонер. Мы говорим блатной шансон. Да, вот блатничок, это, конечно, это пропаганда, пропаганда вообще, что как бы вот эта тюремная жизнь, это шикарно, это хорошо и нормально. Потому что вот, допустим, те постулаты, которые пропагандируют ряд рэперов, да, они тоже говорят о том, что, ребят, клубы это шикарно, соли это шикарно. Я ничего не имею против клубов, но, допустим, соли, наркотики, трава там и прочее, и прочее, там, это шикарно. Угнать тачку, это круто. Да, но это же неправильно, наверное. Ну, естественно, неправильно. В ваших песнях, вот, допустим, вы можете зачитать там какой-нибудь текст? Ну, такой пропаганды нет. Нет, ну и слава богу. У меня нет такой пропаганды. Ну о чем, за жизнь так? За жизнь можно, за отдых просто дыхать. Я не причастен к наркотикам, мне это неинтересно. Ну, за жизнь, да, в основном, за какие-то родные вот места. Просто какую-нибудь историю рассказать. Но нет. Аркадий, если говорить непосредственно о роке, действительно, сложилось такое впечатление, что это всегда там, повторюсь словами Евгения, да, грязные, там, упоротые. Да, это секс. Ну, такой образ, да, что поделать. Да, ну, я смотрю, вы вроде в чистеньком, опрятненьком. Ну, да, снег прошел, я бы... Это, получается, вы рокер неправильный или уже поменялись какие-то тенденции? Да нет, рок уже не тот. Рок уже не тот. Это от хорошей жизни. Рок уже не тот, да, верно. Женя сказал. Время, да, другое меняется. То есть, раньше, почему так выглядели? Отсутствие денег и фигового там социального пакета. Не скажи, не скажи, нормально там, если взять зарубежный, вон, ред-хот. Нет, мы сейчас еще ходили перекрывать с одной гитарой и на 60-100 тысячные публики. Стоит сказать, что пока что 1-0 рэп-рок, но я думаю, мы еще продолжим как-нибудь наш баттл. Но суть в том, что слово действительно, это такая единица, которая может как подарить надежду, так и убить по сути, да. И не зависит от того, под какую музыку эти слова звучат. Господа, вам удачи в творчестве, спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.